Оперативники задержали мать новорожденной девочки, которая неделю назад бросила младенца в лесу под Политаева и оказалась местная жительница. Девушка, у которой уже есть трехлетняя дочь, побоялась рассказать родителям о своей второй беременности. Напомним, полицейские искали ее несколько дней, ходили по домам и проверяли списки недавно родивших женщин. Задержать непутевую мать помог анонимный звонок. Когда в этот строительный супермаркет приехали оперативники и забрали одну из сотрудниц, весь коллектив был в шоке и не удивились только две девушки-продавца. По их признанию, это они позвонили в полицию и сообщили, что их коллега, скорее всего, и есть та мать, которая бросила своего новорожденного ребенка в лесу. 21-летняя Олеся не состояла на учете и рассказывала, что ее бросил парень. Впрочем, и наоборот девушка идти не собиралась, чтобы не портить здоровье. В прошлый понедельник она, как обычно, вышла на работу уже без признаков беременности. Как раз уже, когда нашли девочку, она даже сама приходила, показывала фотографии вот девочки этой с интернета, с сайта. И пришла и говорит, я буду завтра ложиться в больницу. Я говорю, зачем? Ну, преждевременные роды же у меня были, и мне сказали, что типа через два месяца я должна быть в больнице. Я говорю, разве два месяца прошло? Она, да, два месяца. И вот мы сразу поняли, что тут что-то не так. По словам полетаевских оперативников, девушка их не испугалась и не заплакала в своем поступке, призналась уже в машине. По дороге в следственный отдел Долгодеревенского. По ее словам, беременность, о которой знали все коллеги, родители почему-то не замечали. Выяснилось, что боится своих родителей, и у нее еще ребенок, и если ее родители выгонят из дома, то есть негде бы жить и кормить. Выяснилось, что у девушки уже есть ребенок, трехлетняя девочка. Растит ее бабушка, мать зарабатывает деньги. Но на двоих детей ее зарплаты вряд ли хватит. Сейчас страница Олеси в соцсети пестрит сотнями гневных комментариев. Впрочем, сами правоохранительные органы официального обвинения девушки пока не предъявили и отпустили под подписку о невыезде. Главное дело заведено по статье «Покушение на убийство матерью и ребенка», которое предусматривает наказание от трех лет лишения свободы. Но прежде чем выступать в суде, следователям нужно дождаться результатов генетической экспертизы. У Олеси и у Кристины на анализ взяли слюну, и только медики окончательно развеят сомнения. Проводятся необходимые следственные действия, закрепляется доказательная база, после чего будет предъявляться обвинение в дальнейшем направлении дела в суд для рассмотрения. Сама Олеся, которая родила девочку в лесу и там же оставила, признается, уже на следующее утро хотела вернуться и забрать ее. Однако младенца уже нашли. Она сейчас не против воспитывать Кристину. Допустят ли органы опеки такого развития событий под вопросом. Если в отношении ребенка было совершено преступление, то, конечно же, это одно из оснований, когда мама будет лишена родительских прав. Если мать лишат родительских прав, по закону ребенка можно будет передать другим близким родственникам, например, бабушке или дедушке, если они захотят этого. Напомним, что удочерить девочку изъявили желание десятки южноуральских семей. Одна из них уже занимается оформлением всех необходимых документов. Обвиняемые в убийстве 17-летней Елены Патрушевой могут на 20 лет попрощаться со свободой. Такой срок запросили прокуроры для Кирилла Планкова и Максима Валишина. В Челябинском областном суде состоялись прения сторон по резонансному делу. Подробнее расскажет корреспондент агентства чрезвычайных новостей. В зале суда сторона обвинения, защиты, родственники и знакомые подсудимых и потерпевших. Кирилл Планков заметно нервничает. Видимо, он понимает, уже скоро огласят приговор. В первом прениях выступает сторона обвинения. Подсудимый Планков и Валишин обвиняются в умышленном причине смерти несовершеннолетней Патрушевой Елене Олеговне, 1997 года рождения, группа листва предварительному сговору, а также тайное отмещение ее имущества группы листва предварительному сговору в причине значительного ущерба. Александр Войтович рассказал, что Планков признал свою вину лишь частично, и подсудимые в момент преступления были вменяемые. Действие подсудимых указывает на то, что они осознавали этот факт, что потерпевший в заранее оговоренном месте будет применено чудесное насилие. По совокупности преступлений путем частичного сложения основных наказаний относительно назначить Планковых наказаний в виде решения свободного срока на 18 лет. Валишину прокурор Челябинской области потребовал назначить наказание в виде 17 лет строгого режима, а также возместить моральный вред, но сумму не уточнил, оставив на усмотрение судьи. В прениях Кирилл Планков попросил прощения у родственников Лены Патрушевой, а также заявил, что он раскаивается в содеянном. А подсудимый Валишин заявил, что сегодня он не готов что-либо говорить, но пообещал, что выскажется на следующем заседании, которое состоится 8 июня. Судья Калининского района осудили даму, которая убила свою знакомую. Подруга плохо отозвалась о сожителе женщины и получила смертельный удар ножом. В зале суда побывал наш корреспондент, и он узнает подробности. На скамье подсудимых 24-летняя Татьяна Пырсикова. Ее обвиняют в убийстве подруги. В ходе конфликта Пырсикова причинила тяжкий вред здоровью. Ей не понравилось, что ее подруга Калмыкова, с которой они длительно проживали в одной квартире, нелестно отзывалась о ее сожителе. Говорила последнюю, что сожитель ее не любит, о том, что он не так к ней относится. Тогда девушка разозлилась и решила припугнуть болтливую соседку. Татьяна Пырсикова взяла с кухни нож и стала угрожать девушке. Калмыкова не остановилась и продолжала указывать Пырсиковой на то, что она плохо содержит ребенка. Тогда Татьяна не смогла себя сдержать и ударила подругу ножом в живот. Осознав, что натворила, Пырсикова вызвала для нее бригаду медиков. Но спасти девушку врачи не успели. Суд признал Татьяну Пырсиковой виновной в совершении преступления, предусмотренного в части 4 стадии 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. И назначила ее наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбиванием наказания в колонии общего режима. Кстати, по признанию подсудимой, ее сожитель, из-за которого и разгорелся конфликт, ни на одно заседание так и не пришел. В селе Тюбеля срысь вгрызлась мужчине прямо в шею. Пострадавшего спасли двое односельчан. Один пытался проткнуть животное косой, а второй сбил ее на машине. Как рассказал автор снимков, перед тем, как напасть на человека, зверь проник во двор одного из сельских домов. Там рысь увидела собаку и перегрызла ей ошейник. Следующей жертвой стал прохожий. Агрессивное животное вцепилось ему прямо в шею. Но свидетели нападения смогли убить обезумевшую рысь. Пострадавшему оказали первую помощь и госпитализировали. Пожар в частном секторе на улице Могильникова оставил без крова 4 семьи. Серьезно пострадал один человек. С глубокими ожогами 65-летнюю пенсионерку увезли в больницу. Она находится в критическом состоянии. На месте ЧП побывал наш корреспондент и знает подробности. Жители сгоревших домов до сих пор в шоке. На месте их жилья теперь залитая водой пепелище. В одно мгновение люди лишились всего и сами едва не погибли в огне. Четыре кошки. Четыре кошки схоронены здесь. Вы понимаете, мы открыли, все окна открыли, дверь открыли. Если бы я знала, что они выбегут, я бы их вынесла бы. Со слов пострадавших, пожар начался в 2 часа ночи, когда все спали. Алена Шевченко разбудил супруг, который проснулся от запаха гари. Пламя так полыхало, что потушить огонь самим у людей не получилось. К моменту приезда пожарной бригады два дома успели выгореть полностью. А также серьезно пострадала 65-летняя жительница одного из сгоревших домов. Женщина, соседка у нас в соседнем доме, она уже бабушка. У ней 80% ожогов. Теперь нам негде жить. Четыре семьи остались без домов. Ни у кого больше нет никакого другого жилья. Пострадавшие обратились в администрацию за помощью. Ведь своих средств на новое жилье у людей нет. А пока погорельцев не расселили, их готова принять местная школа. Ну вот помещение спортзала. Мы его предоставили для погорельцев. Сделали им временные лежаки. Так что мы можем их здесь расселить. Работники учебного заведения подготовили несколько помещений для пострадавших, а также готовы обеспечить их едой. У нас есть душевые, где они могут помыться. Мы можем предоставить средства гигиены все необходимые. Также обеспечить водой. На протяжении какого времени? Ну, я думаю, сколько понадобится. Когда люди получат новое жилье, пока неизвестно. Также неясна и причина пожара. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Елена Абросимова, Вадим Телек, 31 канал. За попытку убийства он получил 9,5 лет. В Красноармейском районном суде вынесли приговор егерю. Александр Пашнин до последнего пытался доказать свою невиновность. В последнем слове он утверждал, что дело в отношении него сфабриковано. Все обвинение против меня поставлено на догадках, домыслах. Не имеется ни одного фактического обоснованного обвинения в мой адрес. Дело полностью сфабриковано. То, что оно сфабриковано, доказали своими показаниями все участники процесса. Напомним, Александр Пашнин работал на базе егерского участка «Октюба». И, как говорит адвокат, браконьеры, которым он мешал, решили его проучить. По словам подсудимого, его ударили по голове. И, как считает следствие, поэтому он и открыл по ним огонь. Рассмотрев все материалы уголовного дела и допросив около 20 свидетелей, судья Красноармейского района вынес егерю приговор. Александра Пашнина признали виновным в попытке убийства трех человек. И теперь ближайшие 9,5 лет осужденный проведет в колонии строгого режима. Экс-начальник шестой колонии освобожден от наказания по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Денису Миханову был назначен условный срок в виде шести месяцев, но бывшему руководителю за предки удалось избежать судимости. В этот раз ему снова предъявлено обвинение в поборах заключенных на общую сумму в 187 тысяч рублей. Но наказание экс-руководитель шестой колонии отбывать не будет, поскольку попал под амнистию. С таким наказанием не согласны члены ОНК. Напомним, в первый раз Денис Миханов был осужден Копейским районным судом в декабре 2014 года, когда он получил срок в виде трех лет условного заключения. После бунта в шестой колонии Миханова подозревали в нанесении побоев заключенным, а также в вымогательстве с них и их родственников денег. Кроме того, в ходе проведенных обысков в запретке были найдены тайные комнаты и оружие. Гостиницу «Амрита» могут привлечь к административной ответственности. После того, как там побывала программа «Ревизора», руководству отеля грозит штраф 40 тысяч рублей. Сотрудники Роспотребнадзора наведались с проверкой в номера и многочисленные нарушения, обнаруженные московской телеведущей. Подтвердились. Мертвые животные рядом с отелем, в дверях огромные дыры, пыль, рваные матрасы и грязь. Вот неполный перечень того, что возмутило столичных журналистов. После визита Лены Летучей в «Амриту» пришли сотрудники Роспотребнадзора. Они тоже оказались шокированы увиденным. Вот здесь волосы, пятна, дырки, здесь курят, потому что все пахнет табаком. Даже несмотря на то, что определенных санитарных правил, предъявляемых гостиницам, нет, руководству отеля вынесено предписание устранить нарушение до 16 июня. В эту дату организации вынесут вердикт и решится вопрос о сумме штрафа. Женщина с двумя детьми может остаться без квартиры. Она хотела открыть свой бизнес, но стала жертвой черных риэлторов. Дама взяла кредит под залог недвижимости. И буквально подарила свою квартиру незнакомцам. Как так вышло, знает наш корреспондент. Я уже в квартире даже не пытаюсь сделать ремонт, потому что я уже не знаю, что будет. А ремонт нужно срочно. У меня двое маленьких детей, и в таком свинарнике они не могут жить. В этой квартире семья Заградзиновых живет уже 16 лет. Но недавно их жилье официально стало собственностью совершенно незнакомой женщины. Все началось с того, что Светлана решила открыть свой бизнес – торговую палатку. Неработающей матери двоих детей банки в кредитах отказывали. И тогда Челябинка решила взять деньги взаймы по объявлению. Материальное положение частному инвестору было неважно. Главное – наличие документов на собственную квартиру. Ведь деньги давались под залог недвижимости. Как рассказывает Светлана, являясь юридически неподкованной, все доводы инвестора и его юриста она посчитала убедительными. И помимо расписки на заем полумиллиона, женщина подписала договор купли-продажи своей квартиры за 990 тысяч рублей. Как заверил кредитор, это залог обременения. Но когда женщина решила погасить задолженность, мужчина деньги брать отказался. Они мне говорили, что ты подумай о детях, мало ли что может случиться с тобой и с детьми. Когда он приехал ко мне в 2014 году, он просто меня поставил перед фактом, что или я выписываю детей и выписываюсь сама, чем быстрее, тем лучше, или он подает в суд и меня через два месяца просто выкидывает из квартиры. Инвестор подал в суд на Светлану и теперь требует ее выселение. Собственницей квартиры теперь значится мать кредитора. И по материалам дела никаких денег Светлана в долг у мужчины не брала, лишь продала их семье однокомнатную квартиру за 990 тысяч. Но доказать обратное женщина не может, так как многие документы у нее были украдены. Женщина надеется, что найдутся такие же обманутые граждане и вместе они смогут вернуть свою недвижимость. Алена Маркунина, Рамиль Газеев, 31 канал. Полицейские уничтожили около трех с половиной тысяч игровых автоматов. Однорукие бандиты проходили в качестве вещдоков по 17 уголовным делам. Все по статье незаконной организации проведения азартных игр. Напомним, разрешенных игорных зон в России только четыре. В Алтайском, Краснодарском, Приморском крае и Калининградской области. Но подпольные бизнесмены не стесняются нарушать закон в Челябинске и его пригороде. Они ушли в подполье. Если в том году мы могли наблюдать какие-то вывески сопутствующие там рекламные, то сейчас ушли в подполье и соответственно криминальная обстановка в этой сфере декриминализируется. Стражи правопорядка провели более 500 проверок. Все изъятые игровые автоматы отправлены доживать свои последние минуты на полигон в Сосновский район. Не только их, но и игральные столы, рулетки, платы, а также системные блоки уничтожили за один день на основании решения суда. Дельта. Система безопасности. Дельта объявляет акцию. Монтаж сигнализации бесплатно. Успейте установить за минимальную цену. Просто зайдите на delta.ru и оставьте заявку на подключение. Подробности по телефону. 222-11-11. Задумайтесь, ведь ваше спокойствие стоит дороже. Доставка авокадо суши. Телефон 233-20. Наш сайт авокадо-дефиз-суши.ру Спонсор выпуска технокухни на Топориной аллее. А в магазине отличные выборы, привлекательная цена на встраиваемую технику. Внимание, супер предложение. Стеклокерамическая варочная поверхность всего за 6900 рублей. Успейте купить до конца июня по выгодной цене. А время чрезвычайных новостей продолжается. Не переключайтесь, самое интересное еще впереди. Столкнулись два трамвая. Угонщиков мусоровоза осудили. И как голые Адам Еева прошлись по улицам города. Бутик встраиваемой техники технокухни продолжает радовать ценителей стильного кухонного дизайна. Новые коллекции встраиваемой техники в наличии под заказ по интернет-ценам. Технокухни. Техника, которая готовит. В Магнитогорске едва не перевернулась легковушка. Авария произошла на перекрестке улиц Советской и Советской Армии. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как водитель Лады Калины не пропустил ВАЗ 15-й модели. От столкновения пятнашка улетела в правую полосу и у обочины встала на бок. В одной из версий очевидцев водитель Лады Калины хотел проехать на красный сигнал светофора. Известно, что водители обеих машин были госпитализированы. Причины и обстоятельства ДТП теперь предстоит выяснить сотрудникам ГАИ. А здесь водитель легковушки, поворачивая налево, не пропустил встречную Тойоту. По словам очевидцев, есть пострадавшие. Водитель отечественного автомобиля с супругой находится в больнице. Водитель иномарки не пострадал. Перед объективом этого видеорегистратора пронеслись две иномарки и столкнулись на зебре возле зоопарка. На пересечении проспекта Победы и улицы Каслинской столкнулись два трамвая. Эти кадры последствий аварии зафиксировала камера видеорегистратора. По предварительным данным, один трамвай ехал на северо-запад и не стал пропускать вагон, который поворачивал на Каслинскую. Я первый раз вижу ДТП с трамваями. Вот, вот. В результате ДТП движение на перекрестке оказалось заблокировано на несколько часов. По словам очевидцев, никто не пострадал. Челябинский областной суд продлил тюремный срок гонщику, по вине которого погибли два человека. Никита Петров, который насмерть сбил пенсионерку и годовалую девочку, проведет в колонии четыре с половиной года. Ранее суд первой инстанции назначил Петрову наказание в виде двух лет и десяти месяцев тюрьмы, но решение обжаловали прокуроры. Напомним, Никита Петров сбил пенсионерку и ее внучку в августе прошлого года, когда те переходили дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу на улице Красной. Петров управлял машиной без прав на вождении, превысил скоростной режим на дороге. Были подозрения, что лихач мог быть в состоянии опьянения в момент аварии, но проведенные экспертизы не обнаружили в его крови запрещенных веществ. Водитель, который устроил смертельную аварию, попал под амнистию. С таким решением в суда не согласны родители погибшего в ДТП ребенка. Ведь когда лихач столкнулся с их автомобилем, в котором сидел малыш, от удара девочка получила смертельные травмы. Ее мать возмущена исходом судебного заседания и намерена добиться для лихача самого строгого наказания. Подробности в сюжете. Удар пришел сразу в бок. То есть мы сидели на заднем сидении с ребенком. Ребенок был у меня на руках, она в это время как раз уснула только. То есть она сразу же умерла на месте. Ирина рассказывает, в тот вечер они с 4-летней Сагдианой были в гостях. Ребенок закапризничал и семья была вынуждена поехать на такси, в котором не было детского кресла. Но в районе шоссе Металлургов в их деюнексию на встречной полосе влетела другая легковушка. Как выяснилось позже, ее водитель, виновник аварии, права получил всего несколько месяцев назад. Ехали мы очень на маленькой скорости, 40 км в час. Тут неожиданно выехал на встречку человек на девятке. После аварии водитель такси долгое время пролежал в коме. Сейчас он стал инвалидом. Четырехлетняя девочка погибла. Ее мать тоже получила серьезные травмы. Сам лихач, 21-летний безработный парень, судом был признан виновным за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Вот только эта статья входит в указ об амнистии, а следовательно, под нее попал и сам подсудимый, с которого было снято обвинение. Я бы хотела обратиться к депутатам нашим, чтобы они чем-то мне помогли. Я хочу, чтобы этого человека наказали по всей строгости. Я хочу обратиться куда-то в высший суд. Я буду идти до конца, пока они накажут этого человека. Ольга Кокшарова, Александр Петров, 31 канал. В тракторозаводском районе сотрудники ГИБДД задержали двух мужчин. При досмотре у одного из них было изъято наркотическое вещество – героин. Задержание произошло на улице Ловина. Молодые люди, заметив полицейских, стали вести себя подозрительно. Но уйти из поля зрения инспекторов им не удалось. Они были задержаны недалеко от своего автомобиля. Было принято решение их досмотреть. В ходе досмотра у одного из граждан в левом носке был обнаружен бумажный сверток, в котором находилось порошкообразное вещество. О том, где находится запрещенное вещество, задержанный рассказал сам. И постоянно повторял об этом при досмотре. В левом носке. Надевай. В левом носке. Сверток в присутствии понятых был найден и изъят. Понятые сюда подойдите, на эту сторону. Вот смотрите. Это, скорее всего, будет героин. Экспертиза подтвердила. Порошок в свертке является наркотическим веществом героин. Массой более полуграмма. Несколькими днями ранее полицейскими были задержаны другие молодые люди. У них нашли семь пакетиков с подозрительным веществом. Как сам пояснил гражданин, что он являлся закладчиком данные вещества, он собирался разбросить где-то по городу. Также еще сообщил о том, что в телефоне есть адреса уже разброшенных закладок. Все задержанные были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Уже оперативникам придется выяснять, где они взяли наркотик и кому продавали. Партнер выпуска Дельта системы безопасности. Они закрывали глаза на санкции и рост цен у поставщиков. Держались до последнего. Но это произошло. Цены повысились пока ненамного. Дальше будет еще дороже. Успеете купить сигнализацию по минимальным ценам. Дельта система безопасности. Дельта объявляет акцию. Монтаж сигнализации бесплатно. Успейте установить за минимальную цену. Просто зайдите на delta.ru и оставьте заявку на подключение. Подробности по телефону 222 1111. Задумайтесь, ведь ваше спокойствие стоит дороже. Мой дадыр в магазинах Челябинска. Любители чистоты решили украсть косметические средства и бытовую химию. Как они хотели вынести товар и остаться незамеченными, знает наш корреспондент. Этот мужчина попытался вынести незаметно из супермаркета два геля для душа, шампунь, духи и сразу 6 килограммов стирального порошка. Как все это он решил пронести незаметно, до сих пор остается загадкой. Но на выходе мужчину задержали. Сумма набранного товара составила полторы тысячи рублей. В другом районе сотрудники магазина поймали женщину. Дама, видимо, решила не брать громоздкий порошок, а взяла гель для стирки. Также она прихватила две бутылки шампуня, гель для душа, зубную пасту и лак для волос. Почему женщина безвозмездно решила забрать весь этот товар, теперь будут выяснять правоохранительные органы. А эта девушка прихватила обновки в одном из магазинов города. Шесть рубашек в клетку могут стоить ей свободы. Три, четыре, пять, шесть. Вот, шесть товаров. Шесть рубашки в клеточную женские. Пойдем, да? Что, не стыдно? Но отвечать дамочка службе охраны так и не решилась. В Калининском районе молодой человек попытался вынести бутылку пива и три упаковки колбасы, видимо, на закуску. Дальше охранников парню уйти не удалось. А этот молодой человек пытался украсть банку энергетика. Всех задержанных передали правоохранительным органам. Ксения Бобульва, Алена Маркунина, 31 канал. В Челябинске были замечены Адам и Ева. Вот только современные библейские персонажи прикрывать свою наготу фиговыми листами не стали. Это фото сделали очевидцы. Обнаженная женщина следует по Свердловскому проспекту в сторону Комсомольского. Шагает с невозмутимым видом. Что послужило причиной такой прогулки, остается лишь догадываться. Некоторые пользователи соцсети уже сделали свои коллажи на этот снимок и поделились своими предположениями. Мужика снимают таким образом. Можно подумать, что с ней что-то случилось. Но судя по танконепробиваемому спокойствию и вышагиванию прямо по центру улицы, а не по закоулкам, скорее всего, либо спор проиграла, либо немного не в себе, либо активистка феминистского движения. Или просто челябинская суровая женщина. Странно, что еще асфальт не прогнулся под ее сильными и смелыми шагами. Главное, чтобы меньше детей такую принцессу увидели. Сегодня в районе 9 часов утра по энергетикам мужик также проходил. А вот в объектив этой камеры попал тот самый Адам. Из какого райского сада его изгнали, тоже осталось непонятным. Мужик, с тобой что случилось? А? Что случилось с тобой? Может, милицию вызовут? Очевидцы полицию не вызывали, иначе служители закона могли составить на них протокол за мелкое хулиганство. Стать агентом нашей программы может каждый. Снимайте видео происшествия и их последствий, присылайте в нашу редакцию и выигрывайте призы от авокадо-суши. Доставка авокадо-суши. Телефон 23320. Наш сайт авокадо-дефис-суши.ру Помните, сюжеты не придуманы. Таким этот мир мы делаем вместе с вами. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok